Рад приветствовать вас на базе Староминского рыбхоза из-за станицы Староминская. Хозяйство называется ИП глава КФХ Траневская Ирина Игоревна. Меценатами данного предприятия является ООС «Скиф». Наше хозяйство является на сегодняшний день полносистемным осетровым хозяйством. Это значит, что мы из малька выращиваем полностью до малька. Мы занимаемся полностью осетровыми. Весь цикл происходит у нас на предприятии. Мы не докупаем сейчас никакой рыбы. В основном мы специализируемся сейчас на производстве пищевой икры и производстве рыбовосадочного материала осетровых. То есть мы сами получаем икру и выращиваем малька и продаем его фермерским хозяйствам. Пока только фермерским хозяйствам. До выпуска мы еще не дошли. В основном мы занимаемся гибридами, не чистыми видами, а гибридами. Это у нас гибриды по стерляде, гибриды с белугой и гибриды осетров. Русско-сибирский осетр, стербел, бестер. Я же говорю, выращиваем мы его не на мясо, а на пищевую икру. У нас свой цех, полностью производство сертифицированное. Сегодня мы облавливаем летнематочный пруд, облавливаем с осетром, с русским и с севрюгой. И вы присутствовали именно на бонетировке. Это называется бонетировка, при которой мы еще проводим чипирование производителей. Мы устанавливаем чипы и отправляем на генетику в Азово-Черноморский институт рыбного хозяйства. Они нам выдадут точно генетические паспорта на каждую паспортизированную рыбу, будет паспортизирована и в которой будет указано, в какой популяции. Вот, вот это чип. Вот он 2, там 1,8 мм толщиной и 8 мм длиной. Вот его выталкивают и все. Он специальной жидкости в антисептике. Ну, это, скорее всего, не чипированная. Держим. Вот он вставляется и все. И здесь в Бородске соберется икра. И мы отбираем так пробу икры, когда уже перед самой инкубацией смотрим зрелость икры. Вот. Или это. Или сейчас просто смотрим, насколько, чтобы не ошибиться, контролируем. Видите, икра черная, незамужская. Она уже зрелая лопается прям. Мы арендуем 14 прудов у Староминского рыбхоза. 14 прудов мы сейчас находимся, это выростной участок. Это был раньше карповый участок. То есть здесь занимались карповыми, выращивали малька, карпа, толстолобика, амура. Вот. Сейчас мы его полностью перепрофилировали, переделали уже на... Углубили пруды, переделали системы на выращивание осетровых. А арендуем мы порядка, в общей площади, где-то порядка 30 гектар. Но в этом году, в прошлый год и в этом году чуть меньше, потому что засуха была, меньше воды было, и мы чуть сократили. Сжались немножко, где-то в районе 18-20 гектар. Вот. Это разные категории пруды здесь. Это относятся и зимовальные пруды, и нагульные пруды, и пруды для выращивания малька. Мы вышли на полную мощность. Мы еще не... Ну, то есть не... Ну, у нас 90% стада еще растет. То есть мы пока работаем с крупными осетрами. У нас полностью рабочее стадо стерляди, с которым мы получаем икру, ну и делаем гибридов. И часть осетра, и начали подходить белуги. А так у нас большое стадо заложено еще гибрида стербела, русско-сибирского осетра. Ну, уже два года мы получаем в районе 300 килограмм пищевой икры, которая идет в реализацию именно на еду. И до 100 тысяч мы производим с 5-граммового малька. Вот. Ну и продаем, в принципе, уже по регионам. У нас такая широкая европейская часть, много кто приезжает, не знают хорошее качество мальок получается. Кто как раз покупает? Из каких регионов? Ну, покупают в основном сейчас фермерские хозяйства, закупают для собственного выращивания. То есть те, которые параллельно, как мы, ну то есть без производителей, которые просто, ну, работают или на нагулы, или на УЗВ, установками замкнутые, которые именно в бассейнах только выращивают. Ну, несколько хозяйств Краснодарского края, Белгородская область у нас берет, Курск, потом, что у нас Тамбов брали, Орел брали. То есть, как бы, ну, обширно у нас так наработанная база уже более или менее. Люди, самое главное, что люди возвращаются и приезжают и говорят, что вот Ростовская область, хорошо. Вот Ростовская область, Краснодарский край, ну, тут прям хорошо-хорошо, мы много плотно работаем, много небольших хозяйств, но много. Есть стабильные, которые вот и в Ростовской области хорошо работают, и уже с хорошими результатами тоже нашу рыбу уже готовят к икреп, поэтому. Для малька стартовые корма мы пока еще закупаем в здании, это у нас фирма Aller Aqua, вот, и для производителей. Они точно так же кормятся специализированными кормами для икры, для набора массы икры. А в чем разница в этих кормах? Рацион меняется? Да, там, ну, во-первых, продукционные корма, они сделаны, можно сказать, из более дешевого сырья, вот, то есть они сами по себе, они более дешевые, вот, они, упор в них на том, чтобы просто набрать массу. Рыба должна быстро набрать массу, там, я же говорю, более дешевая рыбная мука используется, может, ну, исходник этой рыбной муки, он будет более дешевый. Для производителей, которые работают уже именно на икру или стартовые, стартовые вообще там до 65-67% доходит белка, вот, они уже делаются из высококачественного, то есть из высококачественной рыбы там или криля, или еще высококачественного белка. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, ну, чистота была, чтобы рыба, то есть не нагружалась печень, там, посторонние почки, органы фильтратора, но и для того, чтобы рыба хорошо нагуливала и долго жила и здравствовала. Товарную рыбу вырастили за три года, ее реализовали, то есть в нее вкладываться дорогими кормами нет смысла, вот, и поэтому мы, допустим, даже когда стадо растим, еще ремонтное стадо, которое у нас два года растет, мы делаем, мы растим ее сперва на продукционных кормах, вот, уже этот процесс мы закончили, мы завозим в цех, делаем УЗИ, самцов оставляем в цеху на реализацию, самок увозим в пруды на следующий год. Зимовальные пруды не зимуют, но их мы уже начинаем кормить более дорогими кормами, для того, чтобы самки у нас уже подходили к зрелости и питались хорошим кормом. Сейчас мы находимся в цеху, где мы получаем непосредственно икру перед посолом. Обратите внимание, здесь у нас есть бассейны, они называются прединъекционные, называются они так, потому что прежде чем получить икру с самочек, им нужно сделать гипофизарные инъекции, то есть нужно вколоть определенную дозу гормона, чтобы она, ну, как бы отдала икру, вот, значит, бассейны у нас прединъекционные обогреваются, потому что прежде чем получить икру, нужно дать определенную температуру, нерестовую, и потом уже после этого можно получить икру. Выбирается партия рыбы в количестве 100-200 штук особей, и уже с них, с каждой самочки получается икра, которая собирается в емкости, и потом нужно, чтобы между поучением и посолом прошло не меньше, не больше, вернее, часа. И есть окошко, куда потом складывается, ставится икра, как я уже сказала, нужно, чтобы прошло не больше часа, иначе, если пройдет много времени, икра просто начнет резорбироваться, резорбироваться, это значит рассасываться, расплываться, и мы потом уже не сможем ее посолить, поэтому нужно работать правильно, быстро, икра подается только в окошко, и никто, кроме мастера посола икры, никто не может заходить в этот цех. Мы работаем обязательно в защитной одежде, костюм, маска, шапочка. Окошко подается икра, здесь она уже взвешивается, распределяется на партии, попадает, потом пастеризуется, ну и потом уже непосредственно сам посол идет. Сейчас мы находимся в выростном цеху, те самки, которые осажены на весну, с них мы получаем уже икру, потом происходит оплодотворение, также параллельно вместе с самками отбираются еще зрелые самцы. Технология оплодотворяется икра, после оплодотворения закладывается в аппараты. Вот это вот сейчас у нас ряд стоит, это линейка аппараты Вейса. И на протяжении 4-5 суток непрерывной рации происходит инкубация, это называется. Потом, по прошествии этого времени, она начинается выклев, то есть, в каждой икринке начинает выклевываться предличинка. То есть, это уже маленькая рыбка, но она еще пока не питается, она еще не реагирует на внешние раздражители, она не реагирует на свет, она не реагирует на шум. После выклева она попадает как раз в эти аппараты, в бассейны. Здесь находится она примерно 6 дней до того, как она перейдет в стадию роения. Стадия роения – это когда она уже становится более взрослой, у нее появляются, формируются все органы чувств, у нее происходит конечное развитие, потому что когда она только выкнулась, у нее еще не произошло развитие, у нее даже рот не соединен с пищеводом. И вот это время, важно ее никак не травмировать, не трогать, не шевелить. Стадия роения представляет собой такую картину, когда они просто залегают на дно и начинают сбиваться такие маленькие группы, как кучки. Вот их ни в коем случае нельзя трогать, у них происходит стадия, когда у них из анального отверстия выходит меланиновая пробка. То есть, получается, ротовое отверстие соединилось с пищеводом, выходит эта пробка, и их уже можно кормить. Вот только по прошествии 6 дней, тогда только можно кормить. Все это время только наблюдаются. Следим за гидрохимическими показателями, обязательно кислород, обязательно температура воды. Главное, чтобы были созданы все условия, чтобы выход этой меланиновой пробки был менее травмоопасен. Потому что при ее выходе всегда, ну это так заложено природой, всегда происходит отход. То есть, отход это когда она погибает. Вот. Вот наша задача создать те условия, чтобы это как меньше отхода было. Потому что можно потерять полностью все стадо из-за этого. Если ты неопытный, если ты где-то прозевал что-то, температуру, кислород особенно, можно погибнуть может все стадо. И все. После выхода меланиновой пробки рыбку уже можно кормить. Кормим мы сначала живыми кормами. Живые корма. Это маленький рачок, который называется артемия. Люди, которые занимаются аквариумом, они по-любому знают, что такое артемия. Артемия – это маленький рачок. Продаются специальные цисты. Цисты – это яйца. Вот мы закупаем определенное количество этих цист. И у нас есть аппараты инкубационные. Нужно эти цисты вывести. То есть, получается, прежде чем покормить эту рыбку, нужно, чтобы произошла инкубация еще этих цист. То есть, из этих маленьких цист выклевывается уже сам рачок. И все. И несколько дней, ну, примерно неделю мы кормим этим живым кормом. Потом постепенно мы переводим уже на другие стартовые сухие корма. Здесь рыба находится в этом цеху до 5 грамм. Травоцая шагает прямо в частные такие руки. Много фермеров, много энтузиастов, которые желают заниматься, хотят заниматься и много строят хозяйство. Тем более, сейчас уже, ну, может, информации больше стало. Интернет позволяет, хозяйство больше заработало. То есть, многие к нам приезжают, смотрят, а мы там подсказываем, а как, что. То есть, мы, кроме того, что просто продаем малька, мы консультируем. Мы выезжаем, делаем УЗИ, бантируем стадо. Там точно так же отбираем, можем отбирать генетически, можем помогать по болезням. И многие к нам приезжают, мы клиентов привлекаем как. Люди приезжают, смотрят, как у нас это сделано. Строят у себя и потом к нам возвращаются за мальком. Мы не продаем оборудование, ничего. Мы подсказываем, как правильно все это наладить, чтобы они были в дальнейшем нашими клиентами. Продолжение следует...